Салон общественного транспорта, в котором все пассажиры в масках. Но так бывает не всегда, и нарушители санитарных ограничений еще встречаются. Ежедневно специалисты Департамента транспорта, полиция, народные дружинники и представители городских перевозчиков проверяют салоны автобусов, трамваев, троллейбусов, а также станции и вагоны метро на соблюдение самарцами антиковидных мер. В профилактические рейды комиссия выходит по 80 раз в неделю. Проверки идут на всех маршрутах, курсирующих в Самаре. В понедельник утром, рейд прошел в районе одной из самых оживленных развязок города, в Постниковом Авраге. Проверяющие напоминают, отсутствие маски может повлечь санкции. Одна из самых серьезных – штраф для физлиц до 30 тысяч рублей. Гражданам, которые забыли взять маску в дорогу, предлагается немедленно покинуть салон. Сейчас уже, может быть, сложилось такое отношение, что ковидом переболели практически все. Не так уж он может быть и страшен кому-то, кажется. Тем не менее, требование носить маски сохраняется. Оно направлено на то, чтобы защитить жизни и здоровье наших пассажиров. Поэтому будьте добры в транспорте его выполнять. Только за прошедшую неделю в отношении нарушителей составили 73 материала. С начала пандемии оформили 1771 административный протокол. Безопасность во всех видах транспорта во время пандемии обеспечивается не только соблюдением масочного режима. Ежедневно состав моют и дезинфицируют. Мобильные бригады трудятся круглосуточно. А инженерные службы следят за тем, чтобы исправно функционировали рециркуляторы в салонах. Помимо этого, большая часть персонала транспортных предприятий привилась от коронавируса. Недавно коронавирусные ограничения в регионе смягчили. Но если требование носить маску в общественных местах, включая городской пассажирский транспорт, по-прежнему в силе, то сроки пополнения транспортных карт вернули на доковидный режим, напоминают специалисты. Теперь оплачивать социальную и безлимитную карты необходимо с 11 числа текущего месяца до 10 числа каждого следующего месяца. Во время ограничительных мероприятий по просьбам пассажиров сроки были увеличены на 10 дней. И пополнить социальную и безлимитную карту любой желающий мог до 20 числа включительно. Профильный городской департамент, перевозчики и единый оператор электронного проездного постоянно напоминают пассажирам о том, что необходимо следить за своевременным пополнением карт и оплатой своего проезда. Использовать маски, надевая их уже перед входом в салон и не снимая на протяжении всей поездки. Средства защиты должны применять и взрослые, и дети. При этом маска должна закрывать и рот, и нос. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.